Позавтракаем вместе! Давайте делать это вместе! Встречаемся по будням в 9.30 в инстаграм бизнес-клуба «Глобализация». Сегодня у нас в эфире генеральный директор компании «Трискутер Моторс». Новый вид транспорта Дмитрий Макеев словно создает новый рынок. Что такое «Трискутеры», чем они отличаются, за какую цену можно их купить, зачем их купить, можно ли на них ездить с нашим детям, потому что это маленькие, очень красивые автомобильчики. Обо всем об этом сегодняшний наш эфир с Дмитрием. Доброе утро! Здравствуйте! Меня слышно? Хорошо? Да, хорошо слышно. Ну что, в прошлый раз спрашивали как раз, так что такое «Трискутер»? Люди пока так и не поняли, а мы не можем показать это. И к тому же те, кто будут слушать нас в подкастах, тоже не смогут посмотреть картинку. На словах опишем? Конечно. «Трискутер» — это наша торговая марка. В общем и целом, это трицикл по правилам дорожного движения. Это трехколесное транспортное средство, принадлежащее определенной категории. На данном транспортном средстве установлены электрические двигатели, бывает модификация, бывает с бензиновыми двигателями. Мы предлагаем рынку и тот, и другой вариант. Вы сказали, с какого возраста можно, допустим, управлять данными транспортными средствами. Хороший вопрос в том плане, что электрические транспортные средства можно управлять в 16 лет. То есть молодые люди уже в 15 лет могут начать обучение в автошколах для того, чтобы в 16 лет получить права водительской категории М-мотороллера, мопеда. И, соответственно, уже быть допущенным к управлению данными транспортными средствами и, соответственно, быть полноценными участниками дорожного движения. Что позволит к 18 годам, уже почувствовав уверенность, либо приобрести какой-то автомобиль для себя, либо, может быть, получить в дар от родственников, как у нас сейчас часто бывает. Но в любом случае с нами на дороге уже будет опытный участник дорожного движения и каких-то неприятностей непреднамеренных или преднамеренных. От него уже ожидать будет меньше, риска будет меньше. Поэтому мы считаем, что здесь еще и для автошкол огромное преимущество работы с нашей техникой. С 16 лет подростки, взрослые, дети, как их правильно назвать, ребята, которые себя сейчас еще будут ощущать на 16 лет, они могут самостоятельно накопить на этот вид транспорта? Сколько он стоит? Ну, самостоятельность, в принципе, такое понятие растяжимое, но, наверное, определить можно. На данный момент стоимость нашего транспорта стоит 367 500 рублей. Это со склада в Москве. Мы отгружаем пока что только из Москвы в различные города и страны, потому что мы считаем, что Москва – это огромный логистический хаб, и нам там удобнее находиться. То есть площадка наша логистическая находится там. Но можно ли молодежи купить за такие деньги или нет? Наверное, это каждому по карману, и каждый может эти деньги заработать. Но, опять-таки, есть такая необходимость. 360 тысяч рублей. Ну, для скутера. Для три скутера. Почему такая цена? Есть же скутеры за 30, за 50 тысяч рублей. Есть, ну, там, 150 тысяч рублей – уже огромный выбор скутеров. Ну, цена, прежде всего, обусловлена категорией транспортного средства, его габаритами. Вот у вас был в списке вопрос, как раз-таки, из чего складывается стоимость. То есть вот у нас достаточно большая боль, весомая – это стоимость логистики. За последний год стоимость логистики, допустим, из производства Китая, наши партнеры находятся в Китае, мы там организуем сборочное производство, выросло практически на 1400%. То есть вы наверняка повышение стоимости можете увидеть вокруг и строительные магазины, и одежда. Ну, возможно, сейчас еще все в отпусках находятся, и мало кто к этому присмотрелся. Но, уверяю вас, к сентябрю, когда вы окажетесь в магазинах и гипермаркетах, обратите внимание на цены, вы увидите, как цены выросли. Ну, поэтому и составляющая здесь большая – это именно логистики, что составляет и стоимость и пошлины, и НДС. То есть это все складывается, и получается вот такая калькуляция. Именно поэтому мы хотим перенести в Россию сборочное производство, именно поэтому для того, чтобы больше сделать и масштабировать наш бизнес, и чтобы он был более доступен, и стоимость более доступна для широких масс. Поэтому мы считаем, что здесь, в России, нужно организовать сборочное производство. Ищем партнеров, инвесторов, спонсоров. Но в любом случае мы открыты к любым предложениям, готовы встречаться, показывать нашу технику, показывать рынок. И тогда, когда ваша цель будет достигнута по сборочному производству в России, сколько тогда он будет стоить? Мы рассчитываем, что диапазон цен будет в районе 250 тысяч. Меньше, к сожалению, не получится. Расскажите тогда, сколько стоит обслуживание еще трескутеров? Насколько я понимаю, это значительно экономичнее, чем автомобиль. Есть ли налоги на него? Смотрите, по стоимости, опять-таки, мы определяем, есть бензиновая версия, где вся история технического обслуживания сводится к обслуживанию двигателя внутреннего сгорания. Но, как и в любом автомобиле, обслуживание достаточно недешевое. Для наших бензиновых транспортных средств, можем сказать, что экономичное в районе полутора-двух тысяч рублей. То есть, по большому счету, там немного узлов и агрегатов, которые к себе требуют предельного внимания. То есть, все достаточно просто. Механики, которые занимаются обслуживанием нашей техники, ранее занимались обычным ремонтом автомобилей, либо мотоциклов. То есть, наши трескутеры мы еще называем мотомобилем, потому что это вроде такая синергия автомобилей и мотоциклов. Электрическая версия, она еще менее привередлива. То есть, ее обслуживание там сводится к порядку тысячу рублей, может быть, раз в два-три месяца. То есть, по большому счету, состоит кузов, элементы рамы, редуктор, на нем мотор, контроллер и батарея. Вот, в принципе, несложное устройство электрического трескутера. Поэтому мы настолько выгодны и привлекательны, но еще, наверное, привлекательны по стоимости. Потому что, если перекладывать эксплуатационные характеристики, стоимость, допустим, километра, у нас получается на 100 километров равно 15 рублей. То есть, вот вы можете представить, можете ли бы вспомнить, что вы можете купить на 15 рублей. Вот когда вспомните, представьте себе, что это 100 километров пути. А тогда сколько может проехать трескутер? Эксплуатация, длительность эксплуатации? Ну, все зависит от батарей, которые там установлены. У нас в комплектации стандарт, который идет с завода, мы комплектуем двумя комплектами батарей. Запас хода, который хватает на 60-70 километров. То есть, понимая, что, допустим, наша техника имеет место быть в больших городах и очень много запросов из крупных городов, городов-миллионников. Но, к сожалению, возможности заряжать от обычных электрических розеток, то есть мы заряжаемся от обычных электрических розеток, не специальные какие-то станции нам не нужны, они представлены не так широко, как в других городах за рубежом. И поэтому есть определенный ряд неудобств с этим сопряженных. Но те, кто имеет, допустим, там Москва, Подмосковье, личные дома, частные хозяйства, для них это не является проблемой. У кого есть гараж, для них это не является проблемой. Для того, чтобы быть оптимальным в этом решении, мы предлагаем нашим клиентам переносные быстросъемные аккумуляторные батареи. Да, они дороже, да, их хватает, в принципе, на такой же запас хода, но в любом случае мы компромисс. Как и любая техника, это компромисс. Любое решение, это компромисс. То есть, да, стоимость, но удобство пользования. Либо дешевле, но отсутствие такого удобства. Ну, то есть мы предоставляем право выбора нашим клиентам. А вообще ваши клиенты кто? Сколько их уже в стране? Я не встречала еще на дорогах такую технику, трескутеры. Сколько вы уже продали трескутеров? И кто покупает? Больше двухсот, это точно. Покупают как компании по доставке, как курьерские службы. Очень много запросов от закрытых рекреационных территорий. То есть это различные парки, производственные площадки. Скажу, сразу мы рассчитывали, наверное, что основным покупателем будет Москва и Московская область. Но статистика показывает интерес больше за Урал. То есть вот как граница идет, то есть там наши люди готовы экспериментировать. Компании быстро принимают решения. В отличие от городов-миллионников, где сделка может быть полгода, год. Люди долго принимают решения, эти корабли долго разворачиваются. Ну вот, как-то за Уралом, видимо, там холоднее, там очень быстро. Есть предложения, есть возможности, я принимаю решения. Дмитрий, ну вот вы правильно сказали, мысль мою поймали. Там же холодно. Скутер, насколько я понимаю, это все-таки такое лето и демисезон. Да. Дело все в том, что мы понимаем, что технику будем позиционировать для наших российских условий. Совместно с заводом мы разрабатывали именно версию для России. То есть это версия с печками, это улучшенное решение, как и для электрической версии, так и для бензиновой версии. То есть мы уже вывели там определенные патрубки в машину, но многие водители, там пассажира, и у нас уже есть решения от наших клиентов, которые делятся в социальных сетях, делятся на площадке YouTube своими уже разработками и совершенствованиями в том числе, да, устанавливают уже люди. Ну, мало им той печки, которая есть, штатная, они устанавливают вебаста, делают уже апгрейд нашей техники. То есть мы уже понимаем, что такая машина понеслась, это уже не остановить. Это интересный стал девайс, который люди хотят приобрести, что-то туда привнести новое. Ну, в наших роликах мы немножко юморим над этим. Все есть, кроме крыльев. Ага, все есть крыльев. А музыка есть? Да, конечно. Да, те клиенты, которые получают наши трескутеры, когда видят они, пишут отзывы о том, что, говорят, в автомобилях некоторых нету тех опций, которые есть у вас. Но в том числе у нас, казалось бы, в такой маленькой тележке на колесиках есть сенсорная панель, полуминекранная торпеда, то есть там можно смотреть фильмы, мультимедиа, камеры заднего вида с разметкой по полосам. Там, безусловно, есть музыка, но она не штатная, как магнитола, она уже вшита в схему радиоэлементов. И там не подготовка под стерео, а там штатная стерео-аудиосистема стоит. Ну, перечислять все достоинства нашей техники, ну, можно сказать, что это полный электропакет, электроподъемники, центральный замок, сигнализация и так далее и тому подобное. Там достаточно большой широкий перечень. И все это в нашей стандартной комплектации. Мы не разбиваем на Medium, на VIP-версии, либо демократичные, поврики с дополнительной платой не продаем. А какие больше покупают у вас сейчас трескутеры? Электрические или бензиновые? Ну, видимо, сезонность играет свою роль. И доверие наших клиентов, оно, в принципе, основывается на их опыте эксплуатации каких-то других, может быть, альтернативных или классических транспортных средств. Поэтому вот на сегодняшний день, то есть август и конец июля, мы уже начали принимать заказы больше на бензиновые версии. То есть доверие к которой версии, ну, как бы у людей больше. То есть, ну, директора, руководители компании, все те же люди, которые занимаются эксплуатацией своего автомобиля, и, понятное дело, что они по опыту своей эксплуатации доверяют бензиновой версии больше. Как только вот зима проходит, это уже начинается, наверное, в январе, в феврале у нас увеличивается спрос на электрическую технику. Потому что впереди лето, люди понимают, что надо откатать весной и лето, а там можно технику либо поставить на хранение какое-то до следующего сезона, либо попробовать эксплуатацию, ну, не в столь холодное время, год и осень. Если я сейчас правильно понимаю, то у вас вот скутеры с кабиной, где тепло, где есть музыка, покупают либо для бизнеса, либо молодые люди, которым в 16 лет пока еще машину не дают. Правильно? Больше для бизнеса и больше поколений 50+. Молодые люди пока что еще, так скажем, не выявили этот тренд, но мы идем туда, у нас есть определенная маркетинговая программа, мы намечаем работу с блогерами, в том числе, да, для того, чтобы популяризировать данные транспортные средства. Я подозреваю, что в ближайшее время это будет некий бум, но мы это еще увидим, предстоит нам это увидеть буквально, может быть, там через три, через четыре года. Тем, что мы не широко так представлены на территории нашей страны, именно обуславливается тем, что сложности с доставкой, с логистикой, опять-таки ценообразование, позиционирование, да, то есть пока что сложно войти на этот рынок именно и по ценам, да, и по, соответственно, возможностям наших людей, клиентов. Для городов-миллионников, для Москвы, ваши турискутеры для молодежи, ну, это же очень просто раскачать, действительно поработать с блогерами, почему три-четыре года, с точки зрения бизнеса, это так много времени, а почему не год? Вот к следующему лету уже можно качнуть за зиму. Ну, мы качаем, только возможности наших, они ограничены, то есть все упирается в возможности, да, в ресурсы, это прежде всего и финансовые ресурсы, и кадровые ресурсы, то есть достаточно много нюансов в этом бизнесе, ну, о всех их говорить, наверное, не буду, нам и времени не хватит, или, в принципе, какая-то часть из них составляет коммерческую тайну, ну, вот, это именно говорит о том, что, как вы правильно сказали в начале встречи, что мы единственные на территории России, там, я знаю, что наверняка Казахстан и Белоруссия, кто вообще занимается серьезно этим вопросом, и кто продает и предлагает одну такую технику, потому что, ну, за те деньги, за ту маржу, за которой работаем мы, редкие предприниматели будут бороться, то есть есть гораздо более интересные и прибыльные бизнесы, куда можно потратить время и заработать гораздо больше. Мы просто видим определенную перспективу, и, в принципе, я так считаю, что мы строим хорошее основание, базу для того, чтобы потом уже был широко масштабируемый бизнес, но именно с теми знаниями, знаниями тех нюансов, которые вот мы заработали за эти годы. Тогда я вижу здесь такую стратегию. Сначала перевести производство, сборку на территорию страны и взять ее под свое крыло, а потом уже хайповать с блогерами, потому что если у вас дорогая логистика, то вы вливаете деньги, маркетинговый бюджет на хайп с блогерами, а кто-то потом завозит с еще меньшей маржой это с Китая. Все правильно, абсолютно правильно говорите. Да, есть такая вероятность, поэтому мы немножко осторожничаем. Еще раз говорю, не могу говорить обо всех шагах, но имеет место стратегия. Хорошо. Дмитрий, ну не могу не спросить. У нас принято, наши спикеры дарят подарки. Это скидка для всех, кто будет слушать где-то на Яндекс.Музыке, в Ютубе, читать на Яндекс.Дзен скидку на ваш трескутер. Какую можете себе позволить по промокоду «Бизнес-клуб глобализация»? Давайте мы вместо скидки сделаем какой-то подарок. Но тем, кто, допустим, у нас приобретет технику, у нас вот как раз недавно началась эта акция, я думаю, что мы ее можем вместе приурочить с сегодняшнего дня, мы дарим видеорегистратор в трескутер, то есть бесплатно. Ну, естественно, как это подарок. Наш клиент получит трескутер с установленным видеорегистратором, который специально подобран под данное транспортное средство, потому что у нее есть определенный угол скос лобового стекла, куда можно крепить не всякий регистратор. То есть мы уже со временем подобрали, вот сейчас готовы его предложить в том числе нашим слушателям. Эта акция действует у вас сейчас для всех. Она на постоянной основе. Скидка 5% по промо-коду «Бизнес-клуб глобализация». Понимаю, что эта скидка будет очень внушительная, хоть она и 5%. Я думаю, что мы готовы рассмотреть какую-то скидку, но это точно будет не 5%. Возможно, мы сделаем следующим образом, что при личном общении, сообщении по определенному коду, мы договоримся. Как обычно, друзья, вы смотрите каждое будное утро в 9.30 прямые эфиры, где предприниматели со всего мира делятся своим уникальным опытом и дарят вам подарки, полезные для роста бизнеса и личного бренда. Сегодня у нас был в гостях генеральный директор компании «Трис Кутер Моторс», пока единственной компанией, сильной компанией на рынке нашей страны, которая предлагает новый вид транспорта. Приобретайте для бизнеса, получайте скидки по промо-коду, бизнес-клуб «Глобализация». Приглашайте Дмитрия на чашку чая, на чашку кофе, когда вы будете в Санкт-Петербурге, правильно, Дмитрий? Да, физически мы находимся в Санкт-Петербурге, но открываем в октябре представительство в Москве, так что приглашаем всех в Москву и на выставку, в которой мы будем участвовать. Это выставка «Пирэкспо. Москва. Хорика» в октябре этого года. «Прокус. Экспо». Отлично. Значит, встречаемся на выставке, встречаемся в городах России, следим за тем, как развивается и популяризируется новый вид транспорта, во главе которого в нашей стране сейчас стоит Дмитрий Макеев. Дмитрий, ну, благодарю за этот эфир. Хорошего дня. Всего хорошего развития. Пока-пока. Спасибо. Хорошего дня.